Меня зовут Виктория Сухарева, я занимаюсь психотерапией и онлайн-терапией. Практику я веду с 2017 года. Вика, как ты попала в профессию? Когда я выпустилась со школы, я поступила в мед, потому что у меня семья — династия врачей, я в третьем поколении врач. Изначально мой путь начался в 15 лет, когда я просто читала книжки по психологии. Это было хобби. Мне было почему-то очень интересно понять других людей, как они формируются. Я два года отучилась в меде, и в конце я второго курса мне чего-то не хватало в медицине. И мне всегда нравилась психология, я уже ездила на какие-то тренинги определённые. Мне было интересно развиваться, познавать себя. Мой запрос, приход в профессию — это то, что я всегда понимала, что во мне есть точно Вселенная, которую я очень хочу понять. И мне было интересно углубиться, получить образование для того, чтобы системно смотреть на человека с разных сторон, на ту же психику с разных моментов. Поступила просто как хобби. Я поняла, что почему-то мне это нравится, и всё больше и больше нравится, больше, чем медицина. Мне стало очень интересно, я уже не могла представить свою жизнь без этой специальности. На данный момент я врач-психиатр, врач-психотерапевт. Я психолог, и сейчас ещё учусь на сексолога. Я очень рада этому выбору, потому что в институте, да, они учили так сильно психологии. Там было очень много медицины, и я уже сразу училась заранее психологии. В каком направлении ты работаешь как психотерапевт? Расскажи простым словом. Я работаю в методе схемотерапии. Схемотерапия — это третья волна КПТ. Она работает с расстройствами личности. То есть это то, с чем мы сталкиваемся с вами каждый день. Про то, что у нас может быть заниженная самооценка, у нас могут быть проблемы в взаимоотношениях, трудности на работе, трудности в коммуникации. Схемотерапия мне нравится тем, что там есть как бы три этапа, один из которых мы смотрим, как ты формировался, и там очень чётко видно схемы, конструкты, которые у тебя есть и могут мешать тебе в жизни. На каком моменте и кто где-то тебя травмировал, возможно. Там очень красивая диагностика. Мне нравится про то, что можно видеть эту всю этапность, моменты, какие потребности были неудовлетворены. Мы с клиентами это поднимаем, строим их личную историю, смотрим, как формировалось, и работаем потом с каждыми вот этими когнитивными исхожениями, теми фразами, которые есть. Мы прорабатываем второй этап — это их эмоциональные проблемы, их травмы прошлого. И третий — интегрируем в жизнь их уже здоровые отношения и здоровое мировоззрение. С какими темами ты хорошо работаешь? Я хорошо работаю с темой регуляции эмоций. Я учу людей не конфликтовать, а договариваться, слышать себя. Это и в парной терапии индивидуальной, с заниженной самооценкой, поиск признания, желание нравиться и с перфекционизмом. То есть вот такие темы про то, что желанием быть идеальным. С клинического я хорошо работаю. Чаще всего на данный момент есть тревога. Это прям номер один. У меня больше всего пациентов с тревожностью, и на втором месте пациентов больше всего с депрессией. То есть это разные степени, да, может быть, но мы прорабатываем именно их понимание, откуда это всё произошло, их мировоззрение и расстройство личности, что там на третьем месте, то есть тревога, депрессия, расстройство личности. Что для тебя психотерапия? У меня первое слово, которое возникло, когда ты спросил, что такое психотерапия, это любовь. Мне кажется, это любовь к себе и к людям. Это невероятная вселенная просто. Я чем больше читаю книг на тему психотерапии, тем больше понимаю, насколько это необъятно и насколько интересно, насколько интересно, как мы формировались. Я уже даже не знаю, знаешь, как представить свою жизнь без этой работы. Мне кажется, она уже рядом со мной, и я очень рада, что она появилась в моей жизни. Под какой сантрек я бы закончила фильм о себе? Мне кажется, Боб Дилан «Knocking to the Heaven's Door». Субтитры сделал DimaTorzok